друзья всем привет меня зовут юля вы на моем кулинарном канале сладкий персик и сегодня мы с вами будем утилизировать мандаринов сейчас очень много они невероятно дешевые вкусные сладкие сочные и грех из них что-то вкусные не приготовить пироги мы уже пекли мандариновый чай мы уже тоже заваривали и сегодня мы с вами сделаем мандариновый крем для тортов или для десертов кстати в этом рецепте мы будем использовать яичные желтки и это классный способ утилизировать желтки не только мандарины например когда мы готовим мерингу белки ему нас откроются у нее а желтки остаются мы всегда думаем что из них приготовить вот этот крем отличная идея но перед тем как посмотреть рецепт обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео нам понадобятся мандарины и для кислотности я взяла еще один лимончик сливочное масло примерно 40-60 грамм 5 яичных желтков сахар здесь по вкусу но у меня примерно 2 столовых ложки и 1 столовая ложка с горкой кукурузного крахмала и первым делом мы очищаем наши прекрасные мандарины и выжимаем из них сок я буду использовать соковыжималку но если ее у вас нет можно сделать руками или с помощью например блендера вообще что такое курт почему мы не говорим крем а то сейчас опять будут ругаться в комментариях то что мы используем иностранное название тогда можно сказать иначе но нет крем это крем привычный например масляный крем или крема взбитых сливок а курт всегда готовится с добавлением фруктового или например ягодного сока или фруктового ягодного пюре поэтому такие кремы мы называем курт запах просто потрясающий я обожаю зиму мало того что мы катаемся на лыжах и на сноуборге и вообще в принципе я люблю снег но еще есть мандарины которые можно есть у меня на них даже нет аллергии идеально у нас вами осталось много корок я их выбрасывать не буду их можно насушить сушилки или в духовке или просто разложить на блюдах перемолоть использовать как специю для например фруктовой тарелки добавлять в выпечку например имбирное печенье просто шикарно добавлять в чай делать из них цукаты в общем вариантов очень много если у вас остаются мандариновые корки ну конечно часть можно выкинуть но часть лучше использовать в рецептах потому что это очень вкусно у нас с вами в итоге получился офигенный мандариновый сок мы его пока что убираем сторону нам позже пригодится 300 миллилитров теперь берем ковшик соединяем в нем желтки и сахар и перемешиваем их с помощью обычного ручного венчика так здесь взбивать не нужно просто перемешиваем перемешали и теперь добавляем кукурузный крахмал и снова перемешиваем венчиком кстати крахмал используем только кукурузный он намного лучше подходит для десертов и для крема теперь берем лимон и снимаем с него центру я использую такую вот удобную маленькую терку когда натираем лимон стараемся вот эту белую часть не задевать снимаем только верхний слой саму цедру она очень ароматная и аромат нам как раз и нужен из этого голенького лимона мы тоже немножко выжмем сока для этого мы его берем и вот так вот катаем немножко по столу чтобы сок лучше выжимался выжимаем сок мы его добавляем больше для того чтобы крем у нас получился больше кислинкой потому что мандарин у нас достаточно сладкий а крем хочется чтобы он был такой слегка кислинкой поэтому я беру даже чуть меньше половинки лимона наверное 1 4 и выжимаем так отлично и теперь сюда же мы добавляем наш мандариновый сок берем венчик и перемешиваем теперь мы ковшик ставим на плиту огонь у нас должен быть тихий или средний и варим до загустения постоянно помешивая венчиком не даем крему пригореть и убежать смотрите я поставил ковшик на самую маленькую конфорку но включал на ней максимальный огонь и ковшик у меня с толстым дном поэтому крем в принципе не должен пригореть мне все равно здесь стою и никуда не ухожу и вообще такой крем точнее курт можно приготовить не только из мандаринов можно взять лимонный сок можно взять грейпфрутовый можно взять сок манго или сок апельсина в общем любой сок который вам нравится но он вообще в идеале должен получиться с легкой кислинкой поэтому наверное если я буду готовить этот крем с каким-то другим соком я все равно добавлю немножко лимонного смотрите у меня крем стал загустевать он кипит и брызгает поэтому я огонь убавляю до минимального и варю до нужной степени густоты постоянно помешивая венчиком он уже вот такой вот плотный стал посмотрите смотрите мы с вами положили не так много кукурузного крахмала но я советую первый раз именно так делать и потом когда вы сварите крем первый раз вы уже поймете какой густоты вы хотите получить крем точнее курт правильно будет говорить курт и сможете уже регулировать количество крахмала по своему усмотрению крахмала можно было положить в принципе в два раза больше и крем бы у нас тогда получился густой смотрите я его варю вот до такой вот консистенции он у нас еще когда охладиться он немножко загустеет для меня этой консистенции достаточно теперь мы с вами выключаем плиту не забудьте это важно и добавляем сливочное масло и быстренько все перемешиваем плита у нас при этом выключена посмотрите какой у нас получился крем консистенции чудесный просто цвет такой насыщенный запах теперь мы наш крем переливая в какой-нибудь контейнер или миску главное чтобы он туда весь поместился а дальше расскажу что делать он у нас горячий мы не ждем пока он остынет крем у нас горячий он еще не совсем доделался мне очень интересно попробовать что получилось у меня на ложке надеюсь остыло это даже в горячем виде очень вкусно если вы любите кислинку если вы любите цитрусовый то крем станет вашим любимым надо доскрести остатки из кастрюли теперь мы с вами берем пищевую пленку так и накрываем крем важно накрыть не просто контейнер пленкой важно накрыть крем в контакт я если честно не кондитеры не совсем понимаю зачем это нужно делать если кондитеры говорят что накрывать нужно в контакт они точно лучше знают отрежем контакт это значит чтобы пленку у нас касалась крема и теперь мы вот такой вот наш горячий крем убираем холодильник и ждем пока он остынет это примерно час-полтора можно подольше но главное чтобы он у нас постоял и охладился ну что смотрите какой у нас получился классный курт мне его приложила в такую стеклянную баночку и в ней же буду хранить в холодильнике смотрите какая консистенция у него он достаточно густой по консистенции похож на заварной крем попробуем это очень вкусно вот если бы он был лимонный как изначально предполагалось он бы был очень очень кислый тоже классно и особенно если сочетать этот крем курс точнее со сладкими десертами или с какими сладкими ягодами например а этот у нас такой средний кислинки потому что здесь мандариновый сок мне очень нравится мне кажется это лучшая идея просто куда можно деть тонны мандаринов которые сейчас продают если у вас возникает вопрос что делать с этим куртом несколько вариантов его можно есть просто так с чаем потому что это очень вкусный крем налили чая без сахара можно с медом и просто едим в прикуску как например вы ели варенье еще можно этот крем добавлять в в ягоды например там или фрукты если у вас есть замороженная малина можно просто смешать крем с ней будет очень вкусно можно добавлять в йогурт и в творог в обычный можно добавлять в кашу можно намазать на бутерброд например сделали бутерброд со сливочным сыром сверху корт просто божественно а также можно его использовать для десертов капкейков пирожных тортиков и так далее в общем вариантов здесь очень много обязательно приготовьте такой курт напишите потом в отзывах как у вас получилось можем даже добавлять фотографии и показывать свою красоту чтобы мы все оценили я уверена что у вас получится просто замечательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому рецепту пока